ходил он от дома к дому стучась у чужих дверей со старом дубовом пандуре с нехитрой песней своей о песне его а песня как солнечный блеск чисто звучала в ней великая правда возвышенная мечта сердца превращенные в камень заставить биться сумел у многих будил он разум дремавший в глубокой тьме но вместо величия славы люди его земли отверженному отраву в чашу преподнесли сказали ему проклятый пей осуши все до дна и песни твоя чужда нам и правда твоя не нужна мы поселились в твоем социализме мы поделили страну созданную тобой мы заработали миллионы на заводах построенных твоими рабами и твоими учеными мы обанкротили возведенные тобой предприятия и увели полученные деньги за кордон где построили себе дворцы тысячи настоящих дворцов у тебя никогда не было такой дачи а спиной урод мы продали заложенные тобой ледоходы и атомоходы и купили себе яхты это кстати вовсе не метафора это факт нашей биографии поэтому твое имя зудит и чешется у нас внутри нам хочется чтобы тебя никогда не было мы не желаем быть благодарными тебе за свою жизнь и жизнь своего рода усатая сука но в тайне мы знаем если бы не было тебя не было бы нас это обычный закон человеческого бытия никто не желает быть кому-то долго благодарным это утомляет любого человека раздражает и мучает если он кому-то обязан мы хотим быть всем обязанными только себе своим талантом своему мужеству своему интеллекту своей силе чтобы избавиться от тебя мы придумываем все новые и новые истории в жанре альтернативной истории в жанре мухляжа и шулерство в жанре тупого вранья в жанре восхитительных и подлой демагогии это ведь не мы убили русскую деревню русскую науку и низвели русскую интеллигенцию на уровень босиков и бастардов это не смейся все ты ты умерший 60 лет назад а мы вообще ни при чем когда мы сюда пришли все уже сломалось изгибло это ведь при тебе людей убивали а при нас они умирают сами ты даже не успевал их так много убивать как быстро они умирают сегодня по собственной воле объективность не так ли еще мы уверенно говорим что победа состоялась вопреки тебе мы говорим что ты сам хотел развязать войну хотя так и не нашли ни одного документа доказывающего это мы говорим что ты убил всех красных офицеров и порой даже возводим убиенных тобой воинспецов на пьедестал а тех кого ты не убил мы ненавидим и затаптываем ты убил тухачевского и блюхера но оставил ворошилова и буденного поэтому последние два бездари и ублюдки если б случилось наоборот и в живых оставили тухачевского и блюхера то бездарями и ублюдками оказались бы они как бы то ни было мы твердо знаем что ты обезглавил армию и науку то что при тебе мы вопреки тебе имели армию и науку а при нас не разглядеть ни того ни другого не отменяет нашей уверенности мы говорим что накануне ужасной войны ты не захотел договориться западными демократиями при том что одни западные демократии как мы в тайне знаем сами прекрасно договаривались с гитлером а другие западные а также отдельные восточной демократии исповедовали фашизм и строили фашистские государства мы простили все и всем мы не простили только тебя тебя ненавидели западные демократии и западные автократии и эти самые финансовые круги и ненавидят до сих пор потому что помнят с кем имели когда-то дело они имели дело с чем-то по всем показателям противоположным нам ты иная точка отсчета ты другой полюс ты стоял во главе страны победивший в самой страшной войне за всю историю человечества ненависть к тебе соразмерно только твоим делам ненавидит тех кто делает к тем кто ничего не делает нет никаких претензий претензии всего мира обращены к тебе при тебе были заложены основы покорения космоса если бы ты прожил чуть дольше космический полет случился бы при тебе и это было бы совсем невыносимо представляешь царь усатый цезарь перекроивший весь мир и выпустивший человека как птенца за пределы планеты и своей вечно дымящие трубки если бы ты прожил еще полвека никто бы не разменял великую космическую одиссею на айпода и компьютерные игры да к тому же при тебе создали атомную бомбу что спасло мир от ядерной войны русские города от американских ядерных ударов когда вместо питера была бы теплая и фосфорицирующая киросима вместо киева облачная и мирная нагасаки и это было бы торжеством демократии столь дорогой нам ты сделал россию тем чем она не была никогда самой сильной страной на земном шаре ни одна империя за всю историю человечества никогда не была сильно так как россия при тебе кому все это может понравиться мы очень стараемся и никак не сумеем растратить и пустить по ветру твое наследство твое имя мы всем обязаны тебе будь ты проклят многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны прежде всего за рубежом да и в нашей стране тоже враги справедливости рвущийся к мировому господству будут жестоко мстить нам за наши успехи и достижения они все еще рассматривают россию как варварскую страну как сырьевой придаток и мое имя тоже будет оболгана оклеветана мне припишут множество злодеяний и все же как бы не развивались события но пройдет время и взоры новых поколений будут обращены к делам и победам нашего социалистического отечества год за годом будут приходить новые поколения они вновь подымут знамя своих отцов и дедов они отдадут нам должное сполна а свое будущее они будут строить на нашем прошлом и Продолжение следует...